Ольга Валерьевна, расскажите о эпидситуации на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Оперативная ситуация по недопущению коронавирусной инфекции остается в режиме повышенной готовности на территории Республики. За прошедшие сутки на территории Республики выявлено 67 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В Якутске это 31 случаи, в Верхневилюйском районе 6, в Среднеколымском 5, в Вилюйском и Хангалавских районах по 4 случая, в Жиганском, Мирнинском и Меконских районах по 3, в Намском и Салданском по 2, в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском, Чуропчинским районах зарегистрировано по одному случаю новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что службы учреждения Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора отработали соответствующие контакты, контакты изолированные и, соответственно, проводится их соответствующая проверка. К сожалению, за сутки зарегистрирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. Учитывая то, что были воскресные дни, в лаборатории Республики проведено 2887 исследований на коронавирус. Всего за весь период пандемии нашими лабораториями обработано 449 102 теста. Это достаточно высокий показатель, так и остается одним из самых высоких показателей по Российской Федерации. Сегодня я бы хотела обратить особое внимание, связанное с состоянием здоровья наших пожилых граждан. Я прекрасно понимаю, что, конечно же, сегодня особенно хочется поймать последние деньки нашего и уже практически ушедшего лета, последнее тепло, которое вот у нас перед долгой зимой. Но я хочу обратиться ко всем пожилым гражданам нашей Республики. Пожалуйста, сохраняйте свое здоровье. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Поэтому я хочу обратиться к детям, к их внукам. Берегите своих пожилых граждан. Пожалуйста, будьте очень аккуратны и в своих контактах, и постарайтесь избегать излишнего общения. Конечно же, хочется всегда рядом находиться с внуками и с детьми. Но очень хочется, чтобы наши родители всегда были здоровыми. Я думаю, что те, кто сегодня у нас лежат в больнице, те родственники Катыроя и те, кто уже выздоровел. Те, кто лежат в больнице, конечно, я желаю нашим пожилым гражданам выздоровления. Но а те, кто уже выздоровел, призывайте всех остальных все-таки беречь свое здоровье. Вирус очень коварный. На настоящий момент сделаны все организационные мероприятия для того, чтобы не допускать очередей при госпитализации граждан. Соответственно, на базе училища Олимпийского резерва развернут инфекционный стационар, где, соответственно, будут приниматься и принимаются у нас с ночи субботы непосредственно больные с легкой формой. Ну и, соответственно, решаются вопросы для того, чтобы и были более свободные у нас стационары, там, где у нас находятся, более тяжелые формы коронавирусной инфекции. Это по городу Якутску. И, соответственно, мы мониторим также состояние дел сегодня и в районах нашей республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok